Итак, всем привет, дамы и господа! С вами снова Константин Калуцкий и мы продолжаем наш разговор о чемпионате мира по футболу и продолжаем подводить его итоги. Я уже выпустил несколько роликов о финале, о победителе турнира, сборной Аргентины, но это как-то несправедливо, наверное, говорить только о чемпионе, потому что в этом турнире участвовало множество команд и здесь многие футболисты проявили себя здорово, не только игроки сборной Аргентины. Поэтому самое время высказаться о лучших игроках и сделать, ну, своеобразную символическую сборную этого турнира, где мы выделим и голкипера, и правого защитника лучшего, ну и, конечно же, лучших нападающих. В общем, давайте разберемся во всем этом великолепии и определим лучших футболистов мундиально. Друзья, хотел сообщить вам, что в Телеграме открылся новый канал, посвященный беттингу «Утка Геймс». Причем этот канал был создан пятью крупными ютуб-блогерами, которые решили объединить свои усилия для того, чтобы создать этот проект. Там очень внимательно подходят к делу, разбирают матчи досконально и предлагают самые выгодные варианты для того, чтобы сделать ставку. Там делается упор на бесплатные прогнозы, которые регулярно заходят и приносят всем прибыль. Так что переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на Телеграм-канал «Утка Геймс» и следите за их обновлением. Ну и разумеется, начинаем мы с позиции номер один. На то она и первая, с вратарской зоны, где на самом деле претендентов было очень много. Тут и Щенсны, который, на мой взгляд, чуть ли не в одиночку вытянул Польшу в 1-8 финала турнира. Тут и Бону, или как его еще называют Буну, замечательный канадский голкипер, выступающий за сборную Марокко. Он доказал, что в Канаде рождаются не только классные хоккейные голкиперы, но и футбольные тоже ничего. Разумеется, можно было отметить и участников финала, и Льюрис, и Мартинес по-своему хороши были на этом турнире. Да, не без ошибок, но в целом голкиперы вполне себе пристойные, а Льюрис это вообще легенда. Но, на мой взгляд, все-таки фаворитом в борьбе за статус лучшего голкипера я бы назвал Левакович. Да, он не получил приз лучшему вратарю турнира. Его получил Мартинес. Но, на мой взгляд, Левакович, даже чисто статистически, наверное, все-таки провел турнир посильнее. Он оказался лучшим голкипером турнира по количеству сейвов. И, конечно же, здесь, ну, не совсем честная ситуация. Потому что мы понимаем, хорваты провели больше всех матчей наравне с Марокко, Францией и Аргентиной. Остальные провели как минимум на одну встречу меньше, потому что не участвовали в финале, либо в матче за третье место. Поэтому у Леваковича было больше матчей и больше сейвов. Ну и к тому же хорваты хоть и прошли в полуфинал, но значительную часть матчей играли от обороны. И их защита была не идеальна. Прямо скажем, и Леваковичу приходилось вступать в игру. Короче говоря, здесь, с одной стороны, статистика действительно очень крутая. И ее нужно выделить. Но тут многие могут, так скажем, прикопаться к этому нюансу. Что Левакович просто сыграл много матчей. Но есть и другие статистические показатели. Например, то, что он вытянул две серии 11-метровых. И это действительно потрясающий показатель, который лишний раз подчеркивает, насколько хорош этот страж ворот. В частности, в плане отражения пенальти. Плюс к этому, у него очень высокий процент отраженных ударов. То есть, будем откровенны, защита хорватов была, может быть, и хороша в каких-то матчах. Но в целом, позволяла все-таки создавать опасный момент у ворот Леваковича. И то, как несчастного галкипера расстреливали в матче с Бразилией, это было жестко. Простите, 11 ударов в створ. Получить от такой бразильской команды, это врагу не пожелаешь. Но Левакович тащил почти все. И в результате именно он спас команду и вытянул ее в полуфинал. А сколько еще было потрясающих матчей. Поэтому чисто статистически Левакович действительно крут. Ну и мне кажется, что Левакович, хоть и не является каким-то молодым пацаном по меркам галкиперов, но именно он ярче всех заявил о себе на этом турнире. Все-таки вот этот список, который я уже огласил, мы про всех все знали. Про Льориса, Щенсны и так далее. Тот же самый Буну, ну, в Севилье он добивался уже очень серьезных успехов, выигрывал Еврокубки, поэтому его каким-то новым персонажем не назовешь. А вот Левакович, это настоящий прорыв, и ждем его в топовом клубе. Некоторые говорят, что окажется в Баварии в роли замены для Нойера. Правый фланг обороны. Ну, тут без вопросов Хакими. Гениальный, просто мундиаль потрясающий Хакими. Как всегда был эффективен впереди, создавал опасные моменты. И, в общем-то, подтвердил свой статус одного из лучших правых защитников мира. В плане вот именно атакующего функционала. При этом он великолепно держался в защите. Он лучший на этом чемпионате мира по количеству отборов в среднем за матч. Ну, и как бы Марокко провел выдающийся турнир в плане защитных навыков. Ну, и Хакими, знаете, это футболист, который заставил всю Испанию плакать. Причем дважды. Первый раз, когда выбил сборную Испании с чемпиата мира вместе с своей сборной Марокко. А во второй раз, когда испанцы призадумались. А ведь этот парень родился в Испании и является воспитанником Реала. Но при этом и играл за другую команду на чемпионате мира. Вот такая ирония. Лучший правый защитник испанец играет за чужую сборную. Ну, такое тоже бывает. Нельзя упускать таких перспективных ребят. Тут жирный минус Испанской Федерации Футбола. А марокканцы получают не просто право защитника, а одного из лидеров на долгие годы вперед. Разумеется, говоря о позиции защитников, мы не можем выделить только Хакими. Здесь я обязан был добавить одного из двух центральных защитников сборной Марокко. И здесь выбор был между Саисом и центральным защитником Вестхэма Агера. Который, конечно, сразу отсылает нас к тем временам, когда другой футболист по фамилии Агер выступал в Англии, правда, за Ливерпуль. Кстати, тоже центральный защитник. И вот тут нужно было выбрать, и оба по-своему хороши. Но в итоге, в итоге, я решил остановиться все-таки на Саисе. Почему? Во-первых, ну, про Агера мы более-менее знали еще до Мундиали. Это все-таки футболист из серьезного клуба Саис. Но это футболист, который выступает в Турции. Который вот своего звездного часа ждал до достаточно зарелого возраста. Ему за тридцатник. И вряд ли он уже раскроется в каком-то топовом клубе. Но вот на старости лет в качестве лидера обороны он показал себя. Он капитан команды. Он действительно вожак в защитной, оборонительной вот этой вот позиции сборной Марокко. И его роль, как мне кажется, была более фундаментальной, чем у того же самого Агера. Ну, к тому же Агера он еще и в свои ворота забил. Так что здесь, скажем так, могут быть определенные к нему претензии. А Саис, ну, при нем, получается, команда вообще за весь турнир пропустила только дважды. Один раз от своего же защитника от Агера. Ну, тут несчастный случай, так скажем. Второй раз это было в дебюте матча с французами. Это был первый гол в начале этой встречи. После чего Саис получил повреждение, его заменили. И больше он не принял участие в этом турнире. Возможно, кстати, это и обрекло Марокко на неудачу в матче за третье место. Отсутствие Саиса. Там мы и увидели, насколько он был важен для команды. И как тяжело приходится без него. Так что здесь выдающийся турнир для этого марокканца. И я не могу его не выделить. Второй центральный защитник Николас Атаменти. Представитель аргентинской команды, чемпион мира и футболист, ну, знаете, в чем-то похожий на Саиса. То есть он уже не молодой, он уже ветеран. И, в общем-то, для многих был вопросом, почему выпускают его в основе. Учитывая то, что в защите, в общем-то, аргентинцам есть из чего выбрать. Тут много классных игроков. И есть тот же самый Лиссандро, который может сыграть второго центрального и так далее. Есть футболисты, ну, типа Фойта, например, который может играть на разных позициях, и в том числе в центре. И все они вроде как сейчас на ходу выступают за большие европейские клубы. Атаменди, ну, это не то чтобы отработанный материал, но ветеран, вот, которого могли бы и не вызвать, кстати, на этот чемпионат мира. Если бы он не попал в окончательную заявку на турнир, никто бы не стал критиковать Скалони и говорить, а почему ты не взял этого парня. Но Скалони молодец, прочувствовал момент и понял, что без Атаменди будет тяжело. И как он действительно проявил себя. Настоящий боец, настоящий рубака парень. И вот что Атаменди, что Пепе, они наглядно доказали, что старый конь борозды не испортит. А Атаменди еще и показал, что если нужно, старый конь еще и поле вспашет. Ну, вопреки вот этой самой поговорке. То есть Атаменди прошел до финала со своей командой, и финал тоже провел отлично. Да, был, конечно, момент, когда французы облажались, когда Мбаппе и его молодая вот эта свита включили просто режим бога, по-другому и не скажешь. Но в целом Атаменди и в финале мундиале просто съел всю атаку Франции в первом тайме. И вспомните, Жеру сняли там Дембеле, а почему? А потому что Атаменди, что одного сожрал в центре нападения Франции, я имею в виду Жеру, который не мог там в атаке себя проявить. Что на фланге постоянно страховал партнеров и действовал великолепно. В общем, Атаменди, ну, нельзя назвать его открытием, но хорош он был, очень хорош, на удивление. Так что здесь два ветерана, Саис и Атаменди. Слева у нас Тео. Тео Эрнандес, у которого была очень интересная история на этом мундиале. Начинал он запасным, основным левым крайним. Был его брат Люка Эрнандес, он получил травму, и вот брат за брата это за основу взято. И знаете, горячо такое говорить, но в каком-то смысле. Может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что Люка Эрнандес все-таки игрок не самый интересный в плане атакующих подключений. Если бы французы играли с Люка слева и справа с Кюнде, были бы серьезные проблемы. Потому что оба так-то по родным позициям скорее центральные защитники. И Кюнде, и Люка Эрнандес. А тут Тео Эрнандес появился, и вот те на, че творит. Он, конечно, совершенно другой, в отличие от брата. Куда более атакующий, куда более наступательный, куда более маневренный. И именно в этой роли он и показался в сборной Франции. Кюнде справа был не так активен. Зато Тео слева лез вперед. Гол, две голевые передачи в его активе. Постоянное обострение. И вообще этот парень показал себя здорово. Ну и, кстати, это еще один повод призадуматься Испанской Федерации Футбола. Потому что вот эти братья Эрнандесы, они как бы вообще испанцы. Они, конечно, ребята, которых сейчас называют иногда Эрнандесы. Ну, типа на французский манер. Но вообще это Эрнандесы. Они оба испанцы, как и Хакиме родился в Испании. Так что тут есть о чем призадуматься товарищам, которые руководят испанским футболом. Что вы просираете игроков такого класса. А ваша сборная тем временем играет на чемпионате мира с краями защиты. Где у вас появляется Жорди Альба, престарелый. Либо там Карвахаль, тоже немолодой. Либо там Льоренто вообще играет с правовой обороны. И так далее. Но это, знаете, мысли вслух от поклонника испанского футбола. Не более того. В опорной зоне я бы выделил Амрабата. Человек, который стал, ну, в каком-то смысле тоже, ну, таким прорывом чемпионата мира. Открытием ее не назовешь, потому что он в ту же самую Фиорентину. Переходил за большие бабки и уже считался таким классным игроком. Но Фиорентине у него как-то дела не пошли. И вот многие начали говорить, что все. Отработанный материал, загубленный талант. Но на чемпионате мира он, конечно, показался блестящим. Огромнейший объем работы в опорной зоне. Великолепное продвижение мяча в атаку. Подключение вперед в роли такого вот ложного десятого номера. То есть футболист из опорной зоны подключается под нападение и так далее. Просто сумасшедшая игра. И я очень надеюсь, что во втором полугодии тренерский штаб Фиорентины, ну, даст ему второй шанс какой-нибудь. В конце концов, сколько шансов они давали Кокорину в своей Фиорентине? Почему не дать шанс вот такому толковому пареньку? Чуть поближе к атаке в этой символической сборной будет действовать Джуд Беллингем. Человек, в честь которого можно заново собрать живых участников Битлз для того, чтобы они спели песню «Хей, Джуд». Потому что парень сыграл невероятно круто и, на мой взгляд, был лучшим англичанином на турнире. Это и разгонка атаки, это и обостряющие передачи, это и великолепное умение оказаться в нужном месте в нужное время. Знаете, как Аарон Рэмзи лучших лет, когда он включался в атаку с позиции центрального хавбека. И сейчас, знаете, мне кажется, за него придется очень много платить. То есть, сколько сейчас разговоров про то, что Беллингем должен перейти в какой-нибудь английский топовый клуб, ну, потому что сам англичанин положено играть в Сити, Юнайтед, Челси или где-нибудь еще. Ну, мне кажется, платить придется очень много. Но еще больше придется платить за второго центрального хавбека, такого креативного склада, который появился в моей сборной. Это Энцо из сборной Аргентины. Человек, который, в общем-то, и в Бенфике уже показал себя неплохо. Который и до попадания в европейский футбол, до Португалии считался, в общем-то, весьма и весьма перспективным персонажем. Но именно здесь, на чемпионате мира, он действительно заявил о себе. Причем, знаете, здесь он в каком-то смысле прошел тот же путь, что и, в принципе, чемпионская команда. Неудачный старт, а потом разгонка, разгонка и вот, пожалуйста, победа. То есть, он начинал на скамейке запасных в первом матче. Который лучше было пропустить на самом деле, учитывая то, чем там все закончилось, провалом Аргентины. Лучше было пропустить этот матч, и Энцо вышел только со скамейки запасных. Во втором матче он также вышел со скамейки запасных, но при этом забил гол мексиканцам, помог своей команде. Потом отдал голевую передачу в заключительном туре, и вот, пожалуйста, он фактически герой этого группового этапа. Начинал на скамейке запасных, а потом со скамейки вышел забил, потом вышел в основе в заключительном туре, отдал голевую передачу, и вот весь плей-офф он уже полностью ведущий центральный хавбег. И, знаете, еще до Мундиаля были слухи, что Ливерпуль может купить его там за сотку или еще за что-то. Ну, теперь, возможно, придется платить больше. Чемпионы мира – это товар штучный. Короче говоря, очень интересный персонаж. Жду его в каком-нибудь топовом чемпионате, скорее всего, в Англии. Под нападением здесь я поставлю, наверное, Антуана Гризмана, который в этой роли оказался на удивление хорошим. Гризман вообще – это человек по-своему несчастный в футбольном плане. Ну, да, он, конечно, заработал хреновую тучу денег, и в каком-то, знаете, житейском плане назвать его несчастным сложно, но футбольная судьба незавидная. Потому что талант огромный, но начиная с перехода в Барселону все как-то пошло наперекосяк. И главная проблема – то, что его постоянно использовать не так, как нужно. То его в Барселоне запихнут, я не знаю, там в самые разные позиции, в самые разные щели вот этого состава. То он там на фланге, то еще где-то. В атлетику он пришел и, казалось бы, вот оказался в своей команде у своего тренера, который его, черт возьми, раскрыл. И тут тоже как-то вот неоднозначно все идет. Тоже вопросы появляются. И вот, он приезжает на чемпионат мира. И многие считают, что его вообще не нужно ставить в основу. Что есть игроки получше. Что атакующая группа и без него смотрится эффективно и вкусно. И тут Гаизман просто становится ключевым футболистом. Он фактически заменил Погба. Не по позиции, а в роли игрока, который способен протаскивать мяч из полузащиты в атаку. Он заменил других футболистов в роли распасовщиков. Потому что тот же самый Бензима мог бы стать разыгрывающим форвардом. Кунку мог бы добавить в плане там разгонки атак и передач. У Франции много потерь, но тут опять же Гаизман появляется и раздает кучу обострящих ассистов. Он второй лучший по количеству обострящих передач за игру среди всех футболистов этого мундиаля. Фантастические цифры, опять же. А по общему числу обострящих передач на этом мундиале он вообще лучший. Так что здесь можно только поаплодировать человеку, который приезжал на этот турнир в статусе спекшейся звезды, но проявил свои лучшие качества. То есть вот от Бейла многие ждали, что он, несмотря на последние неудачи, проявит себя. Не получилось. От Азара кто-то это ждал. Не получилось. Гаизман мое почтение. Так что Антоха и Красавчик будем надеяться, что в атлетику у него дела тоже пойдут как-то получше. Ну и в атаке Месси и Мбаппе. Я не знаю, здесь, наверное, нужно что-то сказать. Я просто повторю, Месси и Мбаппе. Я думаю, всем, кто смотрел этот мундиаль и всем, кто хоть немножко понимает в футболе, понятно, почему эти двое оказались тут.